В Кабинете министров состоялось заседание, где был рассмотрен вопрос повышения цен на муку. Как сообщил глава Фонда государственных материальных резервов Базарбай Мусабеков, поводов и причин для беспокойств нет. На складах Госматрезерва имеется достаточный объем продуктов первой необходимости. Слухи о том, что мука подорожала, дело рук спекулянтов, отметил Базарбай Мусабеков. Между тем, президент Ассоциации мукомолов Рустам Джанушев напомнил, что сегодня функционируют 33 мукомольных комбината, где производят необходимые для населения объемы муки. Вся потребность на 50% покрывается за счет переработки отечественной пшеницы, на 50% за счет импорта. Сегодня в основном пшеницу закупают из России. Ситуация на рынке сейчас стабильная. На казахскую муку поднялись сени на 700-500 сомов. Это естественно, потому что в Казахстане в этом году по прогнозам мало урожая собрали. У нас в Кыргызстане в материальных резервах достаточное количество пшеница есть, чтобы обеспечить свое население хорошим дешевым мукой. По 1250 сомов мешок муки продается, килограмм это по 25 сомов. Антимонополия нам установили сени, поэтому сени мы продаем. В этом году урожай очень плохой пшеницы, его естественно нам не хватает, поэтому мы сейчас импортируем пшеницу из Российской Федерации. Что касается отечественных производителей, то здесь изменений нет. Стоимость муки оптовой в мешках варьируется от 27 до 30 сомов за 1 кг. В месяц вообще наша возможность, производственная мощность может покрыть наше потребление, то есть 60-70 тысяч тонн.